1990 год. Президент Советского Союза Михаил Горбачёв пытается спасти от развала огромную страну. Никуда вы не веритесь, никуда вы не уйдёте. Вы цивилизованный народ. Это что, гигари могут что-то там понимать, истребить или что-то. Вы не уйдёте. Словить вам, как-то концу не подходит. Он предлагает 15 республикам новый союзный договор. Да здравствует независимая Грузия! В Грузии во главу правительства недавно пришёл звезд Гамсахурдия. Его политическая команда отказывается от нового договора. Гамсахурдия пытается вырваться из российского политического пространства. Но это непросто. У империи множество рычагов подчинения этой маленькой республике. Одно из главных средств – поощрение сепаратизма в двух регионах Грузии – автономиях Абхазии и Южной Осетии. И если Грузия откажется оставаться в составе империи, тогда эти регионы без Грузии войдут в новое объединение. Вот послание, которое получил Тбилиси. Я был в кабинете Звяда в то время, когда позвонил Михаил Горбачёв. Я сказал, что выйду, а он дал понять, чтобы я остался и хорошо слышал разговор. Горбачёв сказал, что вы должны рассмотреть союзный договор. Тогда этот договор был актуальной проблемой. Это был очень кровавый договор, где было прямо указано, что у автономии те же права, что и у республик и так далее. Звяда сказал, что не наделён таким правом, чтобы говорить о новом союзном договоре, потому что он не глава независимого государства. В первую очередь нам нужна независимость, и когда Грузия станет независимой, мы сделаем всё, чтобы побеседовать на любом уровне, на любом. За этим последовало молчание со стороны Горбачёва, а потом он сказал, что вы знаете, что у вас есть проблемы в Осетии, и будут проблемы и в Абхазии. Вы думаете об этом? Вот примерно такой был разговор. Помимо разжигания соперничества на этнической почве, советские спецслужбы задействовали ещё несколько рычагов. Советский генерал Суфьян Пипаев. Его имя и фамилию в Грузии практически никто не знает. Официально до 1993 года он был заместителем командира военного округа Советской армии в Закавказье, но Пипаев занимал ещё одну должность. Он был руководителем разведки Российской армии ГРУ в Закавказье. Этот человек стал главным дирижёром событий, произошедших в Грузии в начале 90-х годов. О нём говорили, что он вторгся в мантии простоты, но в действительности это был очень влиятельный человек, влиятельная фигура. В своё время он встречался сперва с Звиадом Гамсахурди в Калхидской башне и вёл с ним такую важную игру, исходя из интересов Москвы. Затем встречался с Эдуардом Шеварднадзе, Вахтамгом Гугуадзе, Тенгизом Китовани. Разумеется, ну, именно он проводил те процессы, конечной целью которых была дестабилизация в Грузии, хотя внешне, конечно, играл роль добродетеля для Грузии. Низкая политическая культура, которая была в Грузии, стала настоящей находкой для российских спецслужб. Оппозиционные партии, которые и не признавали правительство Гамсахурди, полностью поддержали российские спецслужбы. Эта поддержка оказалась ни много ни мало большим боевым вооружением. А командир восставшей гвардии Тенгиз Китовани и премьер-министр в отставке Тенгиз Сигуа стали ближайшими друзьями Суфиана Пипаева. Грузинский народ приветствует национальную гвардию! Да здравствует наше единение! Китовани заявлял, что защищает оппозицию. Именно по указанию Суфиана Пипаева в Тбилисске и другие братские круги было роздано примерно 50 тысяч автоматов Калашникова. И это оружие сыграло очень серьезную роль в дальнейшей дестабилизации. Вообще, когда наблюдаешь за действиями ГРУ в Грузии, теми провокациями, которые оно осуществляло, попытки дестабилизации, попытки переворотов, военные авантюры, скажем, будь то Ильява, Самбухи в 1998 году или в начале 2000-х годов Мухровани, Самбухи, танковые батальоны и так далее. У всех один знаменатель — попытка дестабилизации. У нас иногда думают, что целью России, в том числе во время этих провокаций, была смена правительства. Цель России — не смена власти, так как в Москве прекрасно знают, что какая бы власть ни пришла к руководству Грузии, она не отменит грузинского государства. Поэтому ее цель всегда была, есть и будет в будущем дестабилизация в Грузии, если, конечно, получится. Всего за несколько месяцев Россия получила желаемую картину. Растущая напряженность на этнической почве в Абхазии и Южной Осетии и политический кризис в Тбилиси. Вслед за чем должно было последовать свержение правительства Гамсахурдия. Хотя до начала спецоперации, в конце 1991 года, Советский Союз сам прекратил свое существование. Правоприемником этой большой страны стала Россия. Но спецслужбы никуда не ушли. Президент России Борис Ельцин попробовал восстановить Советский Союз под именем Содружества Независимых Государств. Это объединение было для Грузии таким же неприемлемым, как и СССР. 21 декабря в Алма-Ате на встрече основания Содружества Ельцин предъявил грузинской делегации прямой ультиматум. Перед отъездом Ельцин недвусмысленно нам заявил, что до 8 часов ждет звонка Гамсахурдия о том, что он становится членом СНГ. В противном случае у вас будут проблемы. Друзья, сегодняшняя ситуация в Грузии мне напоминает ситуацию 1918-1921 годов. Гамсахурдия отказался от вступления в объединении. И тогда перебравшиеся в Москву грузины всем заправляли. Они готовят вторую аннексию, друзья. Обещания Ельцина были исполнены с точностью до секунд. В 8 часов утра гвардейцы Тенгиза Китовани начали штурм Дома правительства. Суфьян Бипаев наблюдал за происходящим из собственного кабинета. Первые дни войны правительственные войска вытеснили повстанцев с Руставели, а попавшие в панику лидеры Китовани и Суфьян укрылись в русском военном штабе. И тут русская армия открыла склады и снабдила оппозицию новым оружием. Поражение было недопустимо. В бои вмешались российские спецназовцы. 31 декабря, когда Гамсахурдия потерял последнюю надежду, он дал согласие на вступление в независимое содружество. Уже поздно был ответ из Москвы. «Все, мы освободили Грузию!» «Будем здоровы!» 6 января президент бежал из страны. Тбилисская война была операцией ГРУ, у которой была одна единственная цель. Грузия не должна была состояться, как независимое государство. Жертвами этой спецоперации стали несколько сотен человек. Российские политики, оценивая эпоху Гамсахурдия, имеют свое видение. Гамсахурдия, он не был неприемлемым. Нам казалось, что это очень слабый политик, что он неадекватный политик, что он, может быть, психически, как бы даже не вполне адекватный. Но нам казалось, что он ведет Грузию к катастрофе, он привел к катастрофе гражданской войны. Но сказать, что он неприемлем, нет. Мы будем иметь дело с любыми политиками, с любыми государственными деятелями, которыми нам будет предлагать народ страны, в данном случае народ Грузии. Однако Тбилийская война была лишь началом операции против Грузии. Гамсахурдия бежал в Грозный, к президенту Чечни Джохару Дудаеву. И оттуда возглавил движение сопротивления. В Грузию прибыл бывший министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе. Перед отъездом в Тбилиси он встретился с президентом России Борисом Ельциным, который выразил полную поддержку Шеварднадзе. Однако это оказалось лишь пустым обещанием. Конечно, когда говорят о том, что Звият Гамсахурдия мог поехать не в Грозный, а на Запад, имел ли он такое желание, я абсолютно уверен, что если бы и было у него желание вылететь из Армении не в Грозный, а на Запад, скажем, в Финляндию и потребовать там политическое бежище, то его бы не выпустили из Кавказа. Россия нашла бы способ, чтобы Звият Гамсахурдия остался на Кавказе и в Грузии бы сохранился потенциал этого противостояния, так как ее целью ни в коем случае не было укрепление правительства Эдуарда Шеварднадзе. Так же, как и в свое время, ее целью не было укрепление и поддержка правительства Звият Гамсахурдия. Ее целью было, чтобы обе стороны сохранили взрывной потенциал противостояния, и она все делала для этого и имела достаточный ресурс, чтобы добиться этой цели. И вправду, гражданская война принимала все более напряженный характер. Шеварднадзе все же воздерживался от вступления в Содружество независимых государств. Летом 1992 года Россия подорвала в Грузии еще одну мину. И это произошло в Абхазии. Юрий Скоков Секретарь Совета Безопасности России в 1992-1993 годах. Эпизод из официальной биографии. Он уже в то время считал, что отделение Абхазии от Грузии и ее независимость отвечает геостратегическим интересам России. Именно Юрий Скоков стал главной фигурой Абхазской операции. Часть политических лидеров Абхазии пыталась использовать идущую гражданскую войну для отделения региона от Грузии. Именно на них сделали акцент российские спецслужбы. Среди них был Владислав Ардимба, руководитель Абхазской автономии. ГРУ вновь разыграло простой и многократно апробированный сценарий. Абхазы получили то, что нужно войне. Боевое оружие. В 1992 году Абхазия стала бесконтрольной территорией, где безжалостно грабились железнодорожные грузы. Там также укрывались бойцы Гамсахурдия. Попытка Шиларнадзе вместе с руководством Абхазской автономии установить там порядок не принесла результата. Ардимба говорил, что не может контролировать ситуацию. И вот Тбилиси принимает решение ввести в Абхазию полицию и войска, чтобы там прекратился хаос. Хотя военные не должны останавливаться в населенных пунктах и должны контролировать только железную дорогу. Шиларнадзе был осторожен. Он потребовал на специальном заседании, чтобы вход в войск был согласован с Ардимбой. Но Ардимба спрятался и не встретился с прибывшими в Сухуми членами правительства. В это время в игру вновь вступает Тенгис Китовани, который уже министр обороны. Он получил от России новое вооружение. Суфьян Бипаев лично позвонил Китовани и пожелал удачи. 14 августа по грузинской полиции вошедшей в Абхазию и по военным Китовани Абхазы открыли огонь. Первый выстрел состоялся. Остальное было делом техники. В первые дни царил ужасный хаос. Шеварнадзе три дня искал министра обороны, чтобы разобраться в ситуации. В итоге его обнаружили в Скалтубо. Китовани кутил с русскими генералами. Владислав Ардзимба бежал в Буддаута и сделал все, чтобы война разгорелась со всей жестокостью. Конечно, во время конфликта в Абхазии Москва поставляла оружие обеим сторонам, но технология заключалась в том, что оружие, поставленное той стороне, чья победа входила в ее стратегические интересы, его потенциал немного превышали имеющиеся у второй стороны. И это было нужно за тем, чтобы, скажем, победа грузинской стороны не была однозначной, чтобы потерпевшая сторона постоянно стремилась к тому, чтобы вновь найти общий язык с Москвой, получить от нее ресурс, чтобы хотя бы сохранить власть, но так, чтобы этот разрушительный потенциал всегда оставался бомбой замедленного действия. Группа Ардзимба получила все. Военных инструкторов и добровольцев из России. Случаи нужды — поддержку авиации и регулярной армии. План взятия Сухуми был разработан в Генштабе Российской Армии. Война продлилась год и один месяц. Когда из осажденного Сухуми Эдуард Шеварнадзе объявил русским о согласии на вступление в Содружество Независимых Государств, из Москвы он получил тот же ответ, что извият Гамсахурдия два года назад в бункере. Уже поздно. Результат этой операции ГРО впечатляет. Уничтоженный и разваленный регион. Свыше пяти тысяч погибших абхазов, до десяти тысяч грузин, триста тысяч беженцев. Отрезанная для Грузии территория. Это та жертва, которую грузины и абхазы понесли за геостратегические интересы России. У российских политиков своя оценка абхазского конфликта. Мы потеряли в связи с распадом Советского Союза огромные территории, населенные русскими людьми, не народными, а именно русскими в Казахстане, на Украине, в других союзных республиках. Те земли, которые когда-то входили в состав исторической России, никакого отношения не имели к нынешним союзным республикам, нынешним независимым государствам. И мы это все легко перенесли, почему это вдруг мы так уцепились за Абхазию и Южную Осетию. Ничего похожего. Просто Абхазия и Южная Осетия, в данном случае абхазский народ и осетинский народ, столкнувшись вот с этой политикой со стороны тогдашних властей Тбилиси, он взялся за оружие, он вынужден был это сделать, он вынужден был защищаться, и эта борьба привлекла к нему симпатии. А в природе вот здесь вот и русского народа в большей мере, чем русского государства. Вся Грузия встанет на ноги, соберется вместе и вернет Абхазию. После Абхазии войны игра продолжилась по картам Гамсахурдия. Еще немного и он боями вновь бы оказался в Тбилиси. Сторонников Гамсахурдия российские военные уверяли, что они не склонятся на сторону Шеварднадзе. для доказательства этого они выдали небольшое вооружение, но не бесплатно. Эдуард Шеварднадзе вместо поддержки России подписался под вступлением Грузии в СНГ. Партия Гамсахурдия завершилась. Он в тот момент оказался ненужным. 31 декабря 1993 года Звиад Гамсахурдия покончил с собой. 1994 год Грузия в содружестве независимых государств. Игорь Георгадзе министр безопасности Грузии. Его назначил Шеварднадзе по категорическому требованию русских. Вардикон Надибаидзе министр обороны Грузии. Его заставил назначить Шеварднадзе министр обороны России Павел Крачев. До этого Надибаидзе был главой военного штаба района Закавказья. Надибаидзе совершенно не говорит на грузинском. Его министром был министр обороны России Павел Крачев. Грузия также подписывается под расположением российских военных баз в стране на 25 лет. Хотя выдвигает в соглашении одно условие. Документ начнет действие тогда, когда в Абхазии восстановится юрисдикция Грузии. Под мотивом возвращения беженцев и на Ингурском мосту становятся русские миротворцы. Но, как оказалось, блокпосты делаются только для того, чтобы окончательно перекрыть дорогу для грузин. Грузия в отношении с Россией ни на шаг не продвинулась вперед. Когда мы говорим, что Россию не устраивало признание независимости Абхазии и Южной Осетии, до определенного периода это и вправду было так. Ведь это обеспечивало болезненность грузинского государства. Если бы мы не пытались нарушить статус-кво и все было бы так, как было, скажем, до 2003 года и не пытались бы решить эту проблему, для России ситуация была бы идеальной, так как обе стороны сохраняли потенциал и этот конфликт был в замороженном состоянии. И вот с 1995 года события вокруг Грузии постепенно меняются. Если до этого времени Закавказье было лишь эксклюзивной территорией России, на этой шахматной доске появилась Америка и Западная Европа, Каспийский регион, здесь огромные запасы нефти и газа. Именно эти запасы положили начало новой жизни. Если Запад получал энергию Средней Азии и Каспия только через Россию, сейчас появилась альтернатива. Амбициозный проект подразумевал прокладку нефтепровода из Азербайджана через Грузию и до Турции, после чего экспорт сырой нефти осуществлялся на Запад. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы Россия посчитала Шеварднадзе предателем. Аперацию по его ликвидации спланировал министр безопасности Грузии Игорь Георгадзе, который действовал по заданию российских спецслужб. 29 августа 1995 года, когда глава государства ехал на подписание Конституции, взорвался его заминированный автомобиль. Шеварднадзе выжил чудом. Георгадзе из российского военного аэропорта бежал в Москву. Несмотря на многочисленные требования грузинских правозащитников, его не арестовали и он живет там по сей день. На второй день после теракта главе правительства позвонил Борис Ельцин и поздравил со спасением. Он поздравил меня со спасением, я поблагодарил его и разговор практически завершился, когда он сказал подожди, подожди, я не закончил говорить и упомянул нефтепровод. Прекратите разговоры о Каспийской нефти. Не рассматривайте вообще этот вопрос, потому что Россия заинтересована том, чтобы эта нефть проходила по территории России. Ну, что я мог сказать? У нас, говорю, нет ни нефти, ни газа, есть только вода одна, и нет ни еды, ничего вообще. если кто-то, какой-нибудь компаньон захочет транспортировку нефти, как я должен отказать? После 1995 года на Шеварнадзе было произведено еще одно покушение. Была одна попытка государственного переворота и один военный мятеж. Это был ответ на попытку Грузии иметь отношения с Западом параллельно с Россией. Обратим внимание, что здесь речь идет не об иностранной политике. То, что у нас уже 20 лет ведется комическая дискуссия о том, про западный ли курс лучше или сбалансированная иностранная политика и так далее. Здесь речь не об иностранной политике, а о том, что самим своим существованием ты создаешь проблему России в чувствительном для нее регионе. 2000 год. В России на смену Борису Ельцину пришел офицер службы безопасности Владимир Путин, который должен вернуть России былое величие империи. Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Его первым шагом было начало войны в Чечне. В этой войне Путин не получил поддержки от Грузии, В ответ на это Россия начала массовую выдачу российских паспортов жителям Абхазии и Южной Осетии. Если Россия до этого скрыто поддерживала сепаратизм, то сейчас начала открытые отношения с этими регионами. А в 2002 году российская генеральная прокуратура начала расследование против президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе с целью возбуждения уголовного дела по факту передачи Америки морских территорий в Беринговом проливе. Период, когда Шеварнадзе был министром иностранных дел СССР. Шеварнадзе были, конечно, особые отношения, но в конце 90-х годов они уже тоже пришли к нулевому результату, потому что Шеварнадзе его необязательность, его двуличность по отношению к России, как ее здесь так воспринимали, особенно это проявилось в отношении к Чечне. То есть до Чечни, по крайней мере, была у Эдуарда Амбросевича возможность как бы все время демонстрировать несчастного короля Лира, которого не поняли. А вот когда начались чеченские события, когда Россия терпела неудачу за неудачей в Чечне, когда вместо того, чтобы в этом вопросе ну как добрый союзник России так продемонстрировать какую-то лояльность, Грузия сама пустилась в интриги с новым чеченским руководством, открывала его представительство, так сказать, превозносила на все лады, дарила там Масхадова волчонка и так далее, и так далее, вот тогда в России стало меняться мнение даже у Ельцина, его окружение. И отношения, которые вначале были к Шеварданцам, они оказались безнадежно испорчены. Это русская логика. Суть политики Путина сохранение для Запада монополии на энергетику, что принципиально исключает выход Южного Кавказа из-под контроля России. Сегодня Россию называют страной чекистов-капиталистов. Эта система в принципе не может вести себя иначе по отношению к соседям. Ее отцы, основатели Советской империи, Ленин, Сталин, Берия, создали и настроили так, чтобы она всегда была агрессивной. Так что не надо иметь иллюзию, что с этой номенклатурой, системой КГБ, которая видоизменена и в действительности правит Россией, которая приняла функцию олигархии, контролирует финансовые потоки и так далее, что мы с ней когда-нибудь сможем найти общий язык, если, конечно, не пойдем на компромиссы в вопросе грузинской государственности, не в вопросах ориентации иностранной политики, а самой государственности. 2003 год. Шеварнадзе сменяет команда Михаила Саакашвили. Грузия открыто объявляет, что путь спасения страны лишь в том, чтобы вырваться из российского пространства и исходя из этого будущее страны в НАТО и Евросоюзе. Это для России немыслимо. Кавказ для нас это чрезвычайно важный регион, а сейчас еще и геополитическое значение варьевского выросло. Понятно, что в случае каких-либо военных действий против Ирана, а такая ситуация возможна, к сожалению, большое значение очень приобретает позиция закавказских государств. В случае, допустим, какого-то расширения НАТО с приемом Грузии, допустим, состава НАТО, о чем довольно часто говорят в Вашингтоне, в Брюсселе, мы тоже можем получить довольно серьезную проблему, потому что, естественно, Грузия пограничное с нами государство, и мы, конечно, не заинтересованы в том, чтобы альянс распространялся на те страны, которые с нами имеют общую границу. И вот сейчас, в новейшей истории Грузии, настал решающий момент. Страна либо вырвется из российского пространства, или вновь должна будет жить в опасности управляемого хаоса, где будущее будет смутным и неопределенным. Грузия принципиально поставила вопрос вывода из страны российских военных баз, который на протяжении долгих лет представлял источник дестабилизации. Но Москва никогда легко не сдает позиции. Спецслужбы подключили против Грузии все ресурсы. Игра началась вводом фигуры Игоря Георгадзе. В Тбилиси была создана партия поддержки Игоря Георгадзе, которая попыталась превратиться в политическую оппозицию. Расчет был простым, таким, как в 1991 году. После создания политического кризиса вновь наступала очередь оружия. Однако грузинское правительство оказалось гораздо сильнее, чем 13 лет назад. Вы не мужчина. Вы не удачник, который хочет поработить собственную страну. Когда я приеду, вся твоя... Не переходи на ты. Вся твоя команда окажется в бегах. Не переходи на ты, Игорь. Грузинское правительство начало делать шаги по урегулированию параллельно замороженных конфликтов. Это оказалось уже слишком. Для России со стратегической точки зрения решение этих конфликтов ни в коем случае не было выгодно. Для нее идеальным было бы положение, когда эти бомбы замедленного действия закладывались бы в тело грузинского правительства. И эти конфликты она, конечно, рассматривала как болезненность грузинского государства. Фактор мешающий его развитию и эти конфликты оставались бы, конечно, в замороженном состоянии и даже в этом состоянии мешали бы развитию Грузии. Обязательно. В особенности ситуация накалилась вокруг Южной Осетии, где было большое влияние грузинского государства. Всех чиновников осетинского происхождения, которые лояльно относились к Тбилиси, либо арестовали, либо убили. Премьер-министра непризнанной республики, министров обороны, внутренних дел и безопасности сменили люди, приехавшие из России. Начали устраивать теракты и диверсии, которые планировала ГРУ из столицы Южной Осетии, Цхинвали. Это горе. 2005 год. Маленькая, Маленькая, смотри, Маленькая, Маленькая. Уверен, слова «задача поручена и решается ГРУ». ГРУ всегда будут синонимом качественной и надежной работы. Главное разведывательное управление играет особую, без всякого преувеличения, уникальную роль в системе обеспечения безопасности страны. Это мощный и действенный инструмент защиты наших национальных интересов. Я верю, что Россия всегда сможет на вас рассчитывать. Грузинские правозащитники в дальнейшем задержали российских военных, организовавших эти теракты. Среди них офицер ГРУ Борис Бойко. Президент Михаил Саакашвили впервые озвучил эту историю на заседании правительства в 2008 году после российско-грузинской войны. За взрыв полиции в горе мы задержали офицера российской разведки господина Бойко. Россия этого не озвучила. Мы имели все доказательства на этого человека и потом Россия попросила меня не разглашать эту тему и спокойно забыть. Это был настоящий террорист. Но мы надеялись, что Россия это оценит и сделали то, что сделало бы очень мало стран. И, как вижу, ошибочно. Мы передали Бойко русским. И они, конечно же, его сразу отпустили. И, наверное, потом и орденом нагородили. Грузинские полицейские уничтожили несколько диверсионных групп, которые вошли из Кенвали. Это уже 2008 год. Диверсия на входящий из России газопровод. В Грузию прекратилась поставка газа. До 2006 года Грузия покупала природный газ только у России. В этот же период арестовали группу российских военных, которые вели в Грузии шпионскую деятельность. В ответ Россия объявила стране экономическую блокаду. Жаль. Очень жаль грузин. Несмотря на эти сопротивления, Грузия все больше приближалась к Евроатлантическому альянсу. Включилась в операции в Афганистане и Ираке. Армия перевооружилась. С помощью экономических реформ и международного сообщества страна начала демократическое развитие. Между Россией и Грузией 2008 год оказался переломным. В этом году рассматривался вопрос присвоения Грузии программ действий для вступления в НАТО, где до членства в Альянсе оставался один шаг. В России есть отношения с НАТО, вы знаете. Но это отношения соседские. Это отношения, которых не может не быть. Мы признаем реальность существования НАТО. Но никакого удовольствия от расширения НАТО на Восток мы никогда не испытываем. Это наша официальная позиция. И другой не может быть, потому что мы же не сумасшедшие люди. Это же не организация по развитию оранжерей или спонсированию посадок тюльпанов. Это организация, которая является самой мощной военно-политической структурой в мире. Повторяю, организация, в которой нас нет и быть не может. Она нас не видит в своем составе и мы не видим себя в ее составе. Поэтому ясно наше отношение к этому. Оно не может не быть негативным. Вы в праве принимать свои решения. Никто не говорит, что не в праве. Мы в праве делать свои выводы и говорить о том, что эти решения в отношении нас враждебны. 3 апреля 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте в результате давления России Грузии не дали специального статуса. Хотя для Путина это означало лишь временное решение проблемы. У Кремля оставался один единственный выход подчинение силой грузинского правительства. В противном случае Грузия ускользала из рук. Очагом напряженности стала Южная Осетия. В июле из Цхинвали началась бомбежка грузинских сел. Убили грузинских миротворцев. Спецпредставитель России Юрий Попов который должен был прибыть в Цхинвале с целью урегулирования ситуации сказал грузинским дипломатам что у его автомобиля спустилась шина и он не мог ехать в город. Командир российских миротворческих сил Марат Кулахметов говорил что ему не удается контролировать Осетин. Когда Михаил Саакашвили попытался связаться с первыми лицами Кремля ему сказали что с президентом и премьером связаться невозможно. Россия не оставила шанса и вот 8 августа 2008 года когда грузинские вооруженные силы попытались предотвратить провокации российская армия перешла на открытую агрессию. Война продлилась 5 дней. Однако в отличие от 90-х годов Грузия была не одна. 12 августа для поддержки Грузии в Тбилиси прибыли 5 европейских президентов. В результате давления международного сообщества российская армия была вынуждена остановиться в 35 километрах от Тбилиси. В 2008 году Россия не сумела полностью оккупировать Грузию хотя объявила независимость Абхазии и Южной Осетии и расположила там военные базы. И где ваша благодарность? Где благодарность за то, что мы 15 лет подталкивали абхазов к вам? Вы отплатили нам черной неблагодарностью. Вы отплатили нам тем, что старались стрелять в наших мальчиков, которые там стояли в качестве миротворцев. конечно тот, кто платит за добро такой черной неблагодарностью не должен рассчитывать на хорошее отношение. Появление таких территориальных образований самостоятельных как Абхазия и Южная Осетия это не результат российской политики, это результат неудачной политики грузинского руководства того времени, которая утратила контроль над этими территориями. И тогда уже создалась проблема. Не мы породили эту проблему. Проблема, как мне кажется, была подтверждена тем, что с самого начала отношения между Абхазией и частью Южной Осетии и Тбилиси с самого начала пошли по кризисному конфликтному пути. В конце концов Америка она далеко, а мы рядом. Поэтому я не говорю о том, что мы наивные люди здесь в России и считаем, что завтра все отношения наши волшебным образом рассосутся, все проблемы и так далее. У нас могут быть разные подходы в течение долгого времени к Абхазии и Южной Осетии. Надо просто перевести это в спокойный режим. Перестать по этому поводу собачиться, перестать по этому поводу устраивать козни. То, во что вовлечена Грузия, вовлечена в какие-то мелкие козни против России. Но Россия, то, что для России насморк, для Грузии летальный исход. Понимаете? То, что для России переварило проблемы сепаратизма и все прочее, в Чечне с большим трудом, но переварило. А Грузия, которая решает, что она может так себя вести, как Россия в Чечне, там, в Осетии или в Абхазии, для нее это просто смертельно. Это смертельный рецепт. У нас было три президента, три политических деятеля с абсолютно разными политическими взглядами. Прошлым, ценностями, если хотите, технологиями правления и так далее. Никто из них не сумел найти с Россией общий язык, так как всем троим Россия ставила одно и то же условие. Развитие Грузии должно быть функцией ее интеграции с Россией, и не наоборот. И от того, что все три президента старались действовать наоборот, то есть развитие Грузии было не функцией интеграции с Россией, а функцией отделения от России, именно поэтому они не сумели найти с Россией общий язык. И можно сказать с уверенностью, что ни один другой президент не сумеет найти с Россией общий язык, если не примет этот ультиматум России, что развитие Грузии должно быть функцией ее интеграции с Россией, а не наоборот.